Всем привет, я Александр Пазенко и вы смотрите Ответ из SASKFM. И вот к нам пришел интересный вопрос, спрашивают неизвестно кто, понятно. Чем отличается коммерческий барбершоп от некоммерческого? Автор неизвестен, и потому будем называть тебя по классике Василий. Но в общем, Василий тут для начала нужно спросить, где ты видел барбершопы вообще? Где ты их видел, сынок? В Киеве я не знаю ни одного барбершопа, которого реально можно назвать барбершоп. У нас, извините, все мужские стрижки. Здесь не пахнет барбершопом, всей этой классикой, всей моей натуражей. Мужские стрижки это одно название, это типа олени, типа там какая-то классика, типа там деревянный стеллаж, вот типа это ретро барбершоп, как оно было раньше, возрождение культуры. И на этом все, к сожалению, заканчивается. Что еще отличает этот барбер? Потому что лично у нас в Украине так точно, а в Киеве тем более, вы же понимаете, что нет барберов. Это просто название. Это чувак, который вчера стрих там где-то там в салоне красоты, или не важно, где он там стрих, учился. А сегодня он такой хуяк, я барбер. То есть ребята смеют себя называть барберами, не бывшие в Европе, никто вообще, ни один не был в Европе, не проходил курсы, не проходил мастер-класс, не проходил стажировку, и он такой хуяк, я барбер. И хуяк, я работаю в барбершоп. Да, у нас есть парочка, которые типа барбершоп, но поверьте, это одно название, потому что опять же там работают барберы, которые даже не были в Европе, да, это вот можно сказать отец барберства. Америка это мать, а вот Европа это отец. И вот они себя называют. И потому здесь очень все просто. Так что ребята, решайте сами, куда вам ходить, в барбершоп или в мужские стрижки? В Украине все это просто, в Киеве частности, у нас всего один барбершоп. Я думаю, это ясно, где барбершоп и где проходили обучение мастера. Не знаю, как там в России, в Казахстане, в Белоруссии, где нас еще смотрят. То есть вы делаете выводы и ходите в правильные места. Так что так вот, спасибо, что смотрели. Это был Александр Базенко. Если у вас есть интересные вопросы, задавайте. Самый лучший вопрос получит видеоответ. Так что всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok